Друзья, всем привет! Прямо сейчас я вам предлагаю обсудить горячую новость в виде ожидаемой новинки от компании Toyota Camry 8-го поколения в кузове V60 Официально модель была представлена в Детройте еще полгода назад За рубежом уже сделано несколько тест-драйвов, на основании которых мы уже с вами можем обсуждать, что нам стоит ждать от автомобиля Какие будут комплектации, какой будет порядок цен, что же изменилось в автомобиле В общем, нам есть что вам сегодня рассказать В узких кругах на ютюбе я известен как Мазда Дрочер, как Камри Ненавистник Вы также можете услышать что-то за какого-то блондина Это все я, Дмитрий Машков Мы не будем размазывать кашу по тарелке и начинаем наше ознакомление прямо сейчас И начнем мы, конечно же, с внешнего вида Ведь с появлением первых тестовых автомобилей в России он будет 100% обсуждаемых В первую очередь нам уже известно то, что автомобиль будет представлен как бы в двух комплектациях Первая, это более спокойная версия, штатная, скажем так Она будет доступна для двигателей с двумя и двумя с половиной литрами И также будет комплектация, которая так называемая спортивная Которая будет доступна с двигателем 3.5 Первое отличие, это, конечно же, обвес спереди и сзади автомобиля Также будут различия по комплектации автомобиля внутри В топовых версиях будет доступна красная кожа Но не нужно быть каким-то автоэкспертом Достаточно просто взглянуть на автомобиль И сразу же у вас в голове всплывает ассоциация с автомобилем Kia Optima Согласитесь, автомобиль сзади очень на нее похож Хотя в тот же момент, если приглядеться Многие здесь видят сходство с Nissan Tiana последним кузовом Кто-то говорит, что морда автомобиля очень сильно похожа на Honda Но и находятся те, кто идею создания более агрессивного молодежного дизайна Называют впрямую списанной у компании Mazda Факт того, что нам стоит ожидать автомобиль в двух видах Когда одна версия это более простая, более стандартная И идет топовая заряженная версия Это подтверждается В других странах автомобиль уже вышел И многие пишут о том, что слушай Но это вышло в других странах К нам придет совсем другой кузов Нет, друзья, нашел много информации Которую подтверждает лишь о том, что разница будет в светотехнике То есть будут отличаться немного задние фонари Будет немного отличаться передняя оптика Но каких-то кардинальных изменений по кузову быть не должно Как и перед любой компанией задача стояла одна Сделать автомобиль узнаваемый Если посмотреть на автомобиль спереди То он мне лично напоминает даже кузов V40 С другой же стороны, если обойти автомобиль по кругу То здесь некий винегрет Как я уже сказал выше Многие узнают в нем разные автомобили Но никто не будет спорить тем, что автомобиль стал действительно моложе Он стал действительно более энергичным и более задиристым Отсюда сразу возникает вопрос Вот как быть тем людям, которые всегда любили Toyota За то, что она была более, как они считают, представительской Вот вы ведь знаете о том, что ее постоянно пытаются запихнуть к бизнес-классу То, что Toyota это не D-класс, это бизнес-класс Я же, конечно, так не считаю Для меня это автомобиль обычный D-класс Но в тот же самый момент, зайдя на их официальный сайт Вы частенько можете найти то, что роскошь, дизайн, бизнес Вот как-то они пытаются это навязать Вопрос к тому, вот как сейчас чиновники, которым по 50, по 60 лет привыкли на ней кататься А сегодня вы знаете то, что это просто здоровая машина, старушечная Ну по-настоящему это старушечная машина Многие даже владельцы говорят Да, конечно, здесь все устарело Внешний вид уже уставшего автомобиля Как они отнесутся к этой новинке? Вот вы представляете? Приезжает такая задиристая молодежная машина И из нее выходит с заднего сидения какой-то взрослый мужик Ведь изменился не только внешний вид автомобиля Новая Camry построена на платформе Prius 4-го поколения Я посмотрел некоторые обзоры американцев И знаете, что я там увидел? Я пытался их переводить Так вот они отмечают все один факт Когда открываешь дверь, садишься в автомобиль Сидения стали расположены ближе к полу Сам автомобиль стал ниже В тот же момент колесная база увеличилась Кузов автомобиля стал более жестким Все говорит о том, что над управляемостью новой Camry очень хорошо поработали И она однозначно будет гораздо жестче предшественника Ведь даже в топовой версии уже идут 19-е диски А 16-е и 17-е, как это было сейчас Остаются только на более простых версиях И здесь я вновь хочу задать вопрос Для кого они это делают? Зачем они делают автомобиль более молодежным? Ведь наверняка вот эта жесткость кузова Чуткость руля понравится в первую очередь молодежи Но, как обычно, сами представители компании заявляют о том, что подвеска будет сбалансирована Она будет и хорошо управляться И в тот же момент она будет оставаться все так же комфортной С изменением жесткости кузова также изменили заднюю подвеску Теперь это двойные поперечные рычаги Но обо всех изменениях автомобиля более детально Мы сможем поговорить стоя возле него Когда он сойдет с конвейера в Шушерах Шушера это город под Санкт-Петербургом Где расположен завод Тойоты Я зашел в интернет Нашел их прямой номер телефона Позвонил и задал им вопрос Стоит ли ожидать в этом году новую Тойоту Камри Татьяна, здравствуйте Будьте добры, скажите, пожалуйста Можно ли у вас уточнить информацию по поводу новой Камри в кузове В-60? Уточните, пожалуйста, какую именно информацию? А правда ли то, что в этом году уже начнут собирать автомобиль? Уставайте, пожалуйста, на линии я уточню для вас информацию Спасибо за ожидание Отменили, да действительно данная модель Сейчас находится в разработке Полная дата выхода на рынок К сожалению, нам пока неизвестно Всю информацию вы можете подтверждать у нас на сайте Но у вас пока ее еще не собирают? К сожалению, пока нет Не поступало никакой информации Я по вам, хорошо, спасибо большое, до свидания И как вы видите из разговора с представителем компании Это бизнес по-русски Чего, кто, какая Камри Сейчас я уточню А, да, что-то будет когда-то Пока нет никакой информации Ну, хотя бы какую-то интригу сохраняли Почему им нельзя сказать то, что Да, 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 готовится бомба Мы собираем такую машину Вставайте в очередь Нет, ждите Все будет представлено на официальном сайте Если приоткрыть дверь и присесть в автомобиль То интерьер нас встречает от кого? Ну, конечно же, от Lexus Многие детали линии очень на него похожи Хотя мне, например, кажется То, что передняя консоль напоминает чем-то новые Nissan Мультимедиа Это будет новая переработанная мультимедиа Которая якобы очень крутая Она будет иметь специальное приложение Которое ты можешь скачать на свой телефон И с помощью этого приложения Ты можешь видеть стандартные вещи Ну, например, сколько ты проехал за день Сколько тебе осталось до ближайшего обслуживания Общую информацию по автомобилю Но вот что интересно Ты с помощью этого приложения сможешь заводить автомобиль дистанционно То есть будет стоять система как бы автозапуска Да, действительно, фишка крутая Но, уверяю вас, то, что доступна она будет в автомобилях Только топовых комплектаций В базовой версии ее ждать не стоит И опять же, возвращаясь к нашим зарубежным коллегам Которые снимали уже обзоры на автомобили Они уже показывали о том, что мультимедиа тормознутая Ну, например, человек бегает по меню Заходит в различные разделы Тут же он переходит в телефонную книгу Хочет сделать звонок И раз, на каком-то этапе она начинает подвисать То есть приходится секунду, две, три ждать В автомобиле доработали способы крепления двигателя Его вибрация стала меньше А штатная работа на низких оборотах стала тише Если поговорить о комплектациях То в базовых версиях в США доступно 10 подушек безопасности В нашем же случае это будет в районе 4-6 Опять же, здесь чего-то супер нового ждать не стоит Базовые версии будут оснащаться по тому же самому принципу, как и сегодня Возможно, появятся новые фишки О которых мы узнаем уже совсем скоро Если поговорить про укомплектованность автомобилей в целом То они, конечно же, станут более богатыми Появятся 4 камеры кругового обзора Обещаю то, что будет цветная проекция на лобовое стекло Будет подогрев лобового стекла Появится ряд фишек, о которых даже не стоит упоминать Например, контроль занимаемой полосы Контроль слепых зон Активный круиз-контроль Цветная приборная панель Которая похожа на приборную панель от компании Lexus Но что нас удивит точно Так это то, что в первых пяти комплектациях поговорят о том, что свет будет галогеновый Диодной оптики как таковой не будет вообще За исключением того, что будут дневные ходовые огни диодные Все В более дорогие комплектации все так же будет биксеноновая оптика И самый главный вопрос Это, конечно же, вопрос цены Цены обещают стартовать с 1 миллиона 400 тысяч рублей И самая топовая версия будет стоить по цене 2 миллиона 100 тысяч рублей И, как обычно, в первые полгода скидки ждать на автомобиль не стоит вообще Если бы ты спросил меня, что думаю я по поводу выхода обновленной модели Мой ответ однозначно да Это интересно Хочется автомобиль посмотреть вживую Покататься на нем, потестировать его И отсюда у меня встречный вопрос к вам Я ведь знаю то, что многие из вас автолюбители И все вы ждете горячих новинок Напишите ваше мнение по автомобилю в комментариях Что вы думаете по этому поводу? На что он похож? Как вы думаете, что продажи будут еще выше? Ведь Toyota делает на него огромную ставку Camry для них это самый хит продаж И они ожидают то, что новая Camry побьет все рекорды Друзья, если вам интересно новая Toyota Camry Обязательно подписывайтесь на канал Ставьте лайки, ставьте дизлайки Подписывайтесь на инстаграм канала Как только она выйдет, мы ее однозначно снимем И расскажем вам все плюсы и минусы новой Toyota Camry У меня на этом все Всем спасибо за просмотр До новых встреч, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok